Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё- Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Ребят, мы готовы. Мы это сделали. Мы собрались. У нас сначала кошки на мась-мась-мась отвлекались, а теперь только нам вась-вась-вась. Ребят, в общем, мы берем вас с собой. Пойдемте. Погнали. Кошки только не погнали. Вот эти две кошки, они не гуляют с поводком, это вам не Бетька. Это вам не Бетька, которая может все. Это обычные домашние кошки. И что ты там нашла? Ай, что-то у меня ноги болят. Ноги болят. Просто ноги болят, ребята, у кого ноги болят, пишите нам в комментариях. А что такое? Короче, я даже не знаю, чем тебя лечить сегодня будем. Тебя залечить? Так, вот это надо взять. Пойдемте кровать. Ребят, у кого, у нас небольшая дилемма, не, не хочу, спасибо. Мы выбираем между, у нас два туалета. Кстати, кто спрашивал, где у них туалеты? Они, вот они, ребят, тут они. Он спрашивает, где у них туалеты? Да. Ребят, в общем, дилемма в чем? Мы думаем, какой нам, с одной стороны, вот это, это кристаллы, короче, кто в курсе. Они впитываются, их не надо выкидывать. Видите, а вот это комкается, это стружки. И мы подумываем, что Кошандру перевести тоже на кристаллы, потому что кристаллы совершенно не пахнут. Вот в чем вопрос. Понимаете? Ну, мы не... Так что, у кого есть опыт, пишите, есть ли какая-то риск от кристаллов. Я так подозреваю, что кристаллы-то, это не самое, возможно, полезное. Стружки-то, оно надежнее? Моська, ты как считаешь, что надежнее, стружки или кристаллы? Что ты скажешь? Не, ну да, наверное, более... Хотя, все это бла-бла-бла, кофе-это смерть, сахар-это смерть. В общем, так что, ребят, пишите, кто знает, будет ли кристаллы-это смерть или нет. Достаточно просто одно слово, и нам все станет ясно. Так что, все, ждем вас в комментариях. Ну, что ты вылизываешь, вылизываешь, вылакиваешь. Короче, она любит очень... Ну, что ты, кто там, кто там? Она, короче, вот, да, вот это... Покажи еще, как ты... Она стенки, стенки лижет. Бокала. Давай, стенку бокала полежит. Ну, иди сюда. Вось, вось, вось. Вось, поймай, поймай мелкую. Поймай мелкую. Ребят, смотрите, что у нас строит орхидея. У нас ровно 55 цветов. И это, и это. И пересаженное дерево. В общем, все. Ребят, мы в по-настоящему строительном магазине. Тут реально именно не такой, не полупрофессиональный. А тут профессиональный, короче. Гигантский цемент, песок. Тут все есть, в общем. Че ты нож чешешь? Нож чешешь, че значит, пить будешь или что? Нет, значит, что ты врешь. А, это я вру? Вообще опасно двигаться. Тут надо соблюдать дорожные обзоры. Ребята, вот тут лаки, краски, все есть. Короче, кто затевает стройку? Пойдем, глянем. Смотрите, лампу вот эту, которая ледовая, такие змеи вверх идут. Как вам? Круто? Кстати, в ладим фоне очень красивая. А может, нет? Да, я посмотрю, как ты через нее смотришься. Сейчас прям нагладим. Вообще круто. Круть! Видите, уже идет полная подготовка к Рождеству, Новому Году. Все дела. Нам еще на че-то не надо? Нам еще на кучу лампочек, на Рождество, Новый Год. Не, а вообще в списке желаний. В списке желаний? Да мы все, из этого магазина мы все купили. Крутосик, я думала, в первую комнату точно нет. Думаешь? Они же вообще специально там визитные, которые обычно не нравятся. Могут и быть. Смотрите на противного человека, который говорит, бери свои вещи сам. Вот. А на камере ути-путик. А вот видишь, правду говорю. Когда сумки падают, это значит, правду говорит человек. Главное, чтобы мобильники и сумок не падали. Ребята, вы любите парковки по земле? Тут песенки красивые поются. Кто ставит палец вверх и пишет три комментарии. Много таких наберутся. Смотрите, туалеты. В наше время. Кладно тебе за туалеты отвечать. Смотрите, покажи. А вот тут туалеты. Делай, что хочешь торговаться. Хоть туалет ходи. Главное, покупай. Паркуйте бесплатно. Туалет бесплатно. А все бесплатно. Только покупай. Короче, смотрите, тут в Риме, в магазине у нас продуктовом. Придумали супер... Супер акцию. Фишку. Рассказывай. Ну, короче, на какую-то сумму покупаешь, и тебе скидку дается. Вот я сейчас пытаюсь понять. Так. Так, подожди. Ты парим это, ну... У меня 5... У меня какая? 68. Мне до... Давай не будем сейчас. До 10% возьмем. Да. А, мы сделаем 2 покупки, мы будем хитрые. Но все разложим. Ой-ой-ой-ой. Вот система не любит таких хитрых людей, понимаешь, как мы. Ой-ой-ой. Мы их сделаем, мы корзину разделим на 2 части. 12 евро, которые... А потом все, по 10% скидку. Я думаю, у них, если честно, так и есть. Может быть, на следующий день только это можно будет использовать. Ой-ой-ой. Проверим. Анечка сейчас самый большой рулон будет выбирать. Нечего выбирать. Ё-моё. В общем, я сдался. Я уже ничего не спорю в магазине, я просто внемлю. Я подумал, ладно. На самом деле, как может, неудобно быть, то что он спит. Конечно, неудобно. И ничего не впитывает. Тебя... Вообще не нравится. Смотри, мы набрали... Смотрите, мы набрали, в общем, этого кристального туалета для кошек по большим скидкам. Так что будем пересаживать кошанру. Ребята, в общем, Анюта психанула и сказала, что она хочет себе обычную сковородку. Мы прокаливали, накаливали. Которую можно мыть. Потому что он не дает мне мыть сковородку. Иногда, в общем, у нас трехслойная уже, где там были яйца, картошка, и та жаришь и получишь. Ну, в общем, да, мы не до конца с ней подружились, скажу честно. Сколько пачек евро в одном? Ребята, вы салфетками пользуетесь? Я помню, раньше, лет 10 назад, это была очень актуальная тема, эти салфетки. Но сейчас мы тоже вот решили на них перейти снова. Ну как? Это вообще-то для гостей, когда гости приходят. Не скажу, что это, когда-то выходило из актуальной. Ну, раньше мы как-то исправлялись, без этих салфеток заметим. Да нет, у нас просто всегда были подарки кем-то. Ну да, на махах подарки были. Так что мы исправляемся. Смотрите, Антошка тут придумал базу. Шикарную. Тут у нас заряжаются все наши фотоаппараты, мобильники и разные другие принадлежности технические. Да, Антошка? Да, тут, короче говоря, все. Все зарядки мы решили, потому что у нас вечно такая тема была, что все зарядки постоянно надо... Это реально очень удобно у нас, получается. Здесь постоянно находится одна зарядка, как такой док. Док. И нам не хватало, у нас... Мы довольно много вещей заказываем из Англии. Ну да, и приходят английские розетки. Английские розетки. Вот сегодня с ним в магазин специализированный купили эти розетки. А еще мы по пути перехватили этого курьера, который нам доставил посылку сайхер. Мы даже забыли, что мы там заказали. Мы в этот раз, я знаю, заказали много чего новенького. Так что... Сейчас будет все... Анпакинг. Сейчас будет великий анпакинг. Так, чаек, ребят. Это наши любимые чаи, мы уже о них вам рассказывали, мы новый заказали. Вмятина. Вмятина? Да, вмятина. Вмятина? О, соль. Да, это мы заказали... Дай-ка, гималайскую соль. Розовую эту, полезную. Пересыпем ее. Короче, ребята, это для меня... Для зубов и костей. Я, в общем, искал, у меня что-то с зубами непонятное происходит. Уже многие слышали, что... Что он страдал текстозурую. Да, зубов у меня уже исчезло изо рта. Ну да, это на самом деле тема такая. Тема животрепещущая. В общем, я попробую... Ну, в общем, кальций. Видимо, я тоже буду его принимать. Посмотрим. Потому что кости всегда должны быть сильными. Вот, вот это и есть кошачья мята. Вот, как нет. Ну, так тут сидит. Капельки. Вон, две кошачьи мяты тут сидят. Сейчас я открою и дам понюхать. Ну, потом открою. Так, ну, это наш любимый Джеффри Джеймс. От него мы уже, я вам показывала, уход за лицом. Уже не раз заказываем. Классные, очень обратите внимание. Кстати, у нас тут еще интересненькая. Гранола. С яблоком и корицей. А, я, кстати, в этот раз заказала стейн ремоуер. Это типа удалять на одежде пятна, когда есть, да. Тоже мне заказала. Вон, то, что иногда бывает, просыпается аллергия, непонятно на что. Непонятно на что. Непонятно. Ребята, в общем, кто не знал эту историю, у меня раньше была аллергия на котов. Но потом, когда они появились, она прошла. Ну вот, еще заказала точилку для карандашей. Хорошую точилку найти-то не так просто. И об этой тоже были хорошие отзывы. И вот мелкая такая крокозябра, блин, крокодильчик маленький. Все и не имется. Она немножко на камышовую кошку. Ой, вот между ног это классика, просто кукла чёвская. Давай, иди, пусть она между ног у тебя идет, Маська, иди, давай. Первая тренировка. Маська, ну там же чё-то еще осталось, ты не все показала. Ты хитрый. Ребят, смотрите, сколько всего еще было. Она замяла тему. Запах. Ну-ка. Запах сильный. Так а что надо делать? Они же чисто от запаха уже балдеют. Ну-ка, ну-ка, тебе надо. Она же кривится обычно. Ой, ты на ковер, ну Маська, ну... Ну что, тебе не тут будет, это... Масянь, что ты делаешь? У нас тут макарошки. Тут гнезда смешанные со спиральками. Это, если честно, Антошкин рецепт. Это семейный рецепт. Гнезда со спиральками. Тоже. И не пишите нам, что гнезда так не готовят. Мы их готовим именно так. Да, у нас тоже свой секретный рецепт. Размаренные гнезда. Такой вот подсвечник купили. Ребят, это по-настоящему большой подсвечник. Вот это уберем. Кому нравятся большие подсвечники, подумайте. Да, на самом деле очень красиво. Прям такое уже сразу рождественское настроение. И опять, извини, задержалась на подсвечнике. Я вот сегодня утром хотела спросить у вас совет, что нам на вот эту стенку сделать. И слишком долго задержала там камеру. Антошка сказал, что... После чего у нас была разборка. Антошка сказал, что из меня оператор не выйдет. И не вышел уже. Потому что никому не интересно смотреть на стену. Да. Лучше показывать его со всех ракурсов. Поэтому... Про стену ты можешь, кстати, сейчас задать вопрос. Я задаю. Как вы думаете, ребят, что нам лучше на ту стену повесить? Анюта хочет кирпичами. Белыми. Надо как-то ее облагородить по-другому. Ребят, знаете, что сейчас происходит? Мы только что допили все эти масла. В общем, ситуация такая, что я, Аня, говорил, не выкидывай бутылки из-под масла. Они такие красивые. Может, мы что-нибудь с ними сотворим. В общем, я теперь думаю, что с ними делать. Я думала, заказать эти, знаешь, такие фейерви-лайт, называется, супер маленькие гирлянточки, внутрь опустить и вот рядышком поставить их. Будет круто выглядеть. Ну как, целую полку-то, вот даже так они круто смотрятся. В чем мораль? Что выкидывать жалко, а делать с этим нечего. Поэтому, похоже, сейчас пойдет в подвал. Либо родителям. Ребята, в общем, либо посоветуйте, либо просто пишите подвал. Либо ведро. Два варианта писать. Либо подвал, либо ведро. Интересно, почему много будет ведра? Будем сидеть, плакать с тобой. Он и понятненько. Только не ведро. Ребят, на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok